Приветствую! Это Сэпиент и пятнадцатая часть путеводителя. В конце прошлой серии мы доделали, дособирали лазерный гравировщик и уперлись в то, что в моей мастерской осталось не так уж много места для подключения каких-либо еще электропереработчиков и я собрался ее немного переосмыслить, что ли, переоснастить и перепланировать. Ну, а сейчас я вам покажу, что у меня получилось. Вот как-то приблизительно так. Две магистрали с паром, раз турбина, два турбина. Я подумал, что одна может не справляться. И дальше под полом протянута повода, и вот сюда вот, и туда вот. И в общем целом сейчас здесь можно все не подключить. Шесть переработчиков здесь, шесть здесь и шесть вот здесь. Я думаю, что этого количества мне хватит, ну, еще надолго. Сейчас они подключены с определенной логикой. Чем больше переработчик потребляет, тем ближе старался я его разместить к турбине. Ну, с тем, чтобы минимизировать потери энергии в проводах. И еще один момент. Для передачи жидкости из флюид-экстрактора в ассэблинг-машину использование, скажем так, где он тут у меня, вот, электронасоса не единственный способ, и даже может быть не самый простой, не самый дешевый. В принципе, для этого можно использовать эндерошные кондуиты для того, чтобы эту самую жидкость в принудительовку высасывать из экстрактора и передавать в ассэблер. И еще одну машинку, в принципе, парную к флюид-экстрактору, на мой взгляд, стоило бы собрать. Это флюид-солидифайр. Это, в общем-то, механизм, который совершает обратную процедуру из жидкого состояния, ну, металлы в частности, превращает в твердое. С использованием формы всяко-разных, соответственно, позволяет кливать что-либо. Рецепт довольно несложный. Как раз одна из помп у меня уже есть. Ну и давайте посмотрим, что он позволяет нам, например, делать из того, что нам действительно бывает нужно. Вот, например, те же самые резиновые листы. Мы можем их делать в солидифайре с использованием всего лишь-навсего одного свитка, ну, бруска или даже кучки пыли резиновой. Рецептов тут, конечно же, много, но вот он, rubber bar, или наверняка, да, даже rubber pulp, 144 милибакета или литра жидкой резины, которая благополучно превращается в rubber sheet. И еще кое-что, что было сделано за кадром. Это рубиновая линза. Совершенно ничего сложного, если у вас есть хоть немного рубиновой пыли. Штампрессор обычный паровой. Получаем пластину. Ее, соответственно, в токарный станок получаем линзу и еще немножко рубиновой пыли. Ну что ж, и теперь, соответственно, для того, чтобы иметь возможность полностью исключить, скажем так, ручные операции из крафта микросхему, нам осталось сделать всего лишь на всего форминг-пресс. Совсем несложно, на мой взгляд. А, кстати говоря, давайте лазер-энгрейвер запустим в работу. Хоть посмотрим, как он себя чувствует, что делает и вообще. Значит, нам линзу можно разместить. Так, линзу можно разместить в него. И нам нужна медная фольга. Ну, давайте, не знаю, да хотя бы парочку. Хотя бы парочку. Вот. И еще один момент. Пока она катается, спасибо одному из зрителей, если быть точным, Сергей Раива или Раива, не уверен, что правильно читаю, за подсказку. Подсказка касается вот чего. Я жаловался в прошлой серии, что невозможно автоматизировать сборку наггетов в слитке из Грегтека, потому что у них у всех один и тот же айдишник. На самом деле способ все-таки есть, и он совсем несложный. Все, что нужно, это положить себе в элементарь. Один наггет, исходный ресурс, и один слиток при готовую продукцию. После чего мы заходим в соответствующую программу. И там, где нам нужно крафтить медики, я сейчас специально здесь все отключил, для того, чтобы настроить заново. Здесь вот набираем точечка In. И мы видим все предметы, что есть у нас в инвентаре. Соответственно, все, что мне нужно выбрать, это выбрать Копернагет. Да, он при этом выглядит совсем не так, как у меня. Ну и какая разница? Главное, что это именно он. Так. И, соответственно, в качестве фильтра для готовой продукции точно так же мы выбираем из инвентаря. Копернагет. Все. Тут все настроено, да? Подключаем и... Хоп. И меди здесь больше нет. Единственное, тут осталось три кусочка медных из Tinkers Construct, но я думаю, я с этим разберусь с крафтю это дело руками, как только появится, хотя бы еще один кусок меди. А это будет очень скоро. Но в целом, вот такой способ вполне работает. И спасибо фильтру за подсказку. А мы, пожалуй, вернемся к медной фольге. Так. Я тут после перестановки еще не до конца сам запомнил расположение механизмов, поэтому будет какое-то время в них рандомно кликаться. Так. Фольга готова. Тин-драйвер. Отлично. Эдчет, медиум, вольтаж, вайеринг у нас есть. Ну что ж, все хорошо. Турбины справляются вполне себе даже. Возможно, мне стоит повесить сюда какие-нибудь еще промежуточные бочки с паром в качестве буфера, чтобы просто по ним было видно, как... Ох, какая прикольная анимация. Сразу видно лазерный гравировщик, а не оба что. Вот. Дабы было видно, сколько у меня сейчас пара, и, соответственно, могу ли я спокойно использовать электромеханизм, или стоит подождать, пока он накопится. Ну что ж, теперь тело пришло к форминк-прессу. То есть, нет, до него дошло. Итак, что у нас здесь? В принципе, все очень привычно. Микросхемы, машин-халы, электропоршни. Есть ли у меня соответствующие запчасти? Запчастей нету, понятно. Ну что ж, значит, тогда мне нужно будет подготовить как минимум родолой вайеринги. И, ооо, самый скилл. Что-то там кейсинги, забыл, как они называются. Так, на всякий случай, повторю, если вдруг кто не видел, то кейсинги эти самые можно делать по неплохому курсу в алой смелтере при помощи соответствующей формочки. Соответственно, из двух слитков стали мы получаем три кейсинга, что гораздо лучше, чем милые путями. Возможно, их даже можно делать в... Давайте проверим. Да, в флюид-солидифайре. Но, по-моему, для того, чтобы получить жидкую сталь в экстракте, нам нужно напряжение выше 32 вольт. Да, как видим, 144. Поэтому этот рецепт нам, к сожалению, пока что недоступен. Но в будущем мы, разумеется, им будем пользоваться. Ну что ж, это у нас есть. Ред алой сейчас подготовим. Готово. Далее из него делаем раводочки. Так, вармил. Вот она. И нам потребуется, соответственно, жидкое олово. Так, сколько? Ну, для начала хотя бы один слиток. Кейсингов шесть. Надо было, наверное, сделать больше. Так, плавим его во флюид-экстракторе. Парочкой кондуитов соединяя, переливаем все в... Так, вот, идти. Малый сектив. Ммм... Ну, все оказалось довольно просто. Грэговские переработчики с главного своего фасада не умеют отдавать жидкости. А вот сверху вполне спокойно олово есть. Раз, два, три, четыре. И... Раз, два, три, четыре. Получаем наши нанк-чипы. Замечательно. Сколько нам их нужно-то было? Как раз-таки две микросхемы, то лишь четыре нанк-чипа. Так, ну и, пожалуй, это последний раз, когда мы делаем микросхемы вот по этому рецепту. После нам это будет уже не нужно. Итак, нам потребуются две остальные пластины, куча проводов, в общем, скукота. Ничего интересного. Так, микросхемы есть, стилплейты есть, провода есть. Соответственно, корпус собрать мы уже прямо сейчас можем. О, ключик только нужен. Так. Так. Единственный момент. Сборка обновилась, версия гречки обновилась. И теперь для того, чтобы сделать поршень, нам нужна маленькая шестеренка, а не большая, как до этого. Маленькая, соответственно, делается просто из одного листа стали. Кувалды, ну, или в солидифайре, но пока это нам не доступно. Ну что ж, я думаю, я все подготовлю, мы продолжим. И вот у нас все готово, и мы получаем форминг пресс. Так, поставим мы тебя, ну, давайте, например, например, сюда. Ой, 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 нет, нет, нет. Вот это вот лишнее. Это вы зря сюда попали. Кусочки. I need you. Отправляйтесь на место. Так. Что ты у нас уходишь, и с каким напряжением ты работаешь? Так, 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 так. Для наших нужд. Да, здесь мы, конечно, хотя нет, вроде бы всего 30 рецептов, не так уж и много. Так, и что из них ты умеешь делать с низким напряжением? 120, 16, 16. Но, в принципе, в принципе, в принципе, 16 вольт твою рабочая еда, поэтому можно тебя размещать и здесь вполне хорошо. Так, смотрим дальше. Что нам еще необходимо? Так. Так. Значит, нам нужны силиконовые пластины. Силиконовые пластины, которые мы можем делать из силиконовых цветков, которые мы можем делать из силикона эндерлошного. Либо, возможно, галактик крафтовского. Давайте проверим, возможно ли это. Где-то там у меня валялось довольно много. Ну, сколько-то. Что из тебя можно получить? Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Нет, кажется, галактик крафт это очень своеобразный мод, который нам тут ничем не поможет. Ну что ж, воспользуемся эндерлошным силиконом. Благо, дело, его рецепт весьма прост. Так, что я делаю не так? Почему я его не... А, вот вижу, все нормально. Да, мы просто в согнил кидаем либо глину, либо песок. Я думаю, песок проще. Силикон есть. Дальше его в печку. В печку я сказал. Жареный силикон тоже есть. Дальше его в бендера. получаем кремниевые пластины. Это же, конечно же, кремний, а не силикон. И, в свою очередь, флавок пресс. И basic circuit board тадам! Готовы. Ну, а дальше, если мне что не изменяет, мы эти самые circuit board в ассемблер по курсу 1 к 2 нант чипам. И нам сюда нужно... Так, soldering color у меня нет. Molten LED слишком расточительный. Вот. И половину слитка олова. То есть, один слиток нам... Одного слитка нам хватит на 2 крафта. Итак, сюда олова. этого соединяем. Пусть переливается. Есть. 2, 4. Тадам! Я не понимаю, почему нет акифки, салюты и всего такого, потому что это первая наша электросхема, сделанная полностью с использованием автоматических электрических механизмов. ни одной ручной операции не было. Так, ну что ж, давайте мы, наверное, тогда сейчас соберем до кучи Fluid Solidifier. Он нам, как минимум, позволит резиновые пластины делать вдвое дешевле. Таким вот образом. Рецепт несложный. Да, всего лишь два электронасоса и остальной, как обычно, хлам. Ничего интересного. Мы все уже делали. Сделаю и вернусь. Все готово. И Basic Fluid Solidifier у нас также есть. Его устанавливаем, соответственно, вот сюда вот. И при необходимости сможем подключать к нему, прямо сейчас, наверное, выключу вот эту самую трубу. Тут нужно быть аккуратным, расплавляя какую-либо жидкость в экстракторе, прежде чем это делать, настроить трубу таким образом, чтобы она попадала или в Solidifier, или, соответственно, в ассемблинг-машинку, в зависимости от того, где именно она в данный момент нужна. Может быть, даже, может быть, даже сделать что-нибудь вот в этом роде. Просто-напросто вот так, вот так, и, соответственно, отключать соединение труб в тот момент, когда вам это не нужно, и, соответственно, подключать обратно, когда нужно. Таким вот образом. Так, наверное, будет даже надежнее. Оставлю такой вариант. Прямо сейчас, наверное, Solidifier нам абсолютно ничем не поможет, просто потому, что у меня нету жидкой резины и даже резинового там порошка или чего-то еще. И так все переработано в пластины. Но, когда эти запасы закончатся, то новые мы будем делать уже тут. Так, ну что ж, что мы будем делать дальше? А дальше у нас есть на выбор несколько альтернатив. во-первых, мы можем заняться заменой всех наших бронзопаровых машин на электрические. То есть, собрать электрический экстрактор, алоэсмелтер, печку и что у нас там еще есть? А, ну и компрессор. Форджхаммер более, скорее всего, не пригодится. А, ну и, разумеется, массератор. Для всех этих механизмов есть электрические аналоги. Давайте проверим. Так, вот он, Basic, экстрактор. Ничего сложного, все привычное и так далее. Компрессор. Так, это Advanced. Вот он, Basic. То же самое, ничего сложного. Алоэсмелтер. Вообще элементарно. Прям вот очень просто, ничего не требует, фактически. форджхаммер ни к чему и массератор. Боюсь, атмосератор. Вот он, даже дешевле по алмазам, чем паровой. Ну, как минимум, все эти механизмы будут работать тише, надеюсь. Гораздо тише, чем паровые. но, они все будут кушать электричество. И вполне возможно, что моей бойлерной и двух турбин не хватит для того, чтобы их этим самым электричеством снабжать. Поэтому у нас всплывает другая альтернатива, которой мы можем заняться. А именно дизель-генератором. Машинка, которая позволяет вырабатывать электричество из топлива, а не из пара. Ну, с некоторым, не то, чтобы большим КПД, просто у нас конкретно пар генерируется крайне медленно. В частности, все мои бойлеры в данный момент могут генерировать в сумме всего лишь, давайте прикинем, 15 плюс 15 30 и еще плюс 12 42 миллибакета или 42 литра пара за тик. Тогда как каждая турбина может потреблять 102. То есть, где-то более чем в 5 раз, ну, или что-то около 20% от потребностей покрывается производящими мощностями. Так вот, генератор позволит нам вырабатывать электричество из топлива. А топливо мы можем получать из нефти в таком замечательном механизме как дистиллятор. Он работает вполне себе спокойно от 16 вольт и производит из сырой нефти либо серную кислоту не знаю для чего она нам нужна но вполне возможно что для чего это понадобится или вот то самое топливо ну или метан кстати нужно еще посмотреть потому что генераторов у нас на самом деле как минимум два есть дизельный есть же еще и паровая турбина то и не паровая а газовая так 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 вот она газовая турбина вполне возможно что она работает на метане просто я смотрю так метана получается 15 из 16 но достаточно неплохой курс так тут получается 8 из 8 ага то есть в топливо 1 к 1 а в метан соответственно 9 к 10 ну так вот пром газовая турбина так если смотреть то здесь у нас фуэл эфишенсе 90% и в дизель генераторе по моему тоже самое поэтому не знаю что из этого будет эффективнее но возможно все же жидкое топливо несколько проще в использовании как минимум потому что его можно хранить в баррелях в качестве некоего промежуточного буфера а нефти у нас завались мы пока искали металлы нашли как минимум три или четыре месторождения соответственно добывать и поставлять сюда ее можно двумя путями либо тащить трубопровод и обставляться чанклоудерами либо около месторождения нефти поставить небольшую наливную станцию которая бы при помощи тех же самых билдкрафт помп работающих фактически на редстоуне точнее на редстоун двигателях и заполняющую соответственно бочки ну и где-то здесь соответственно разместить переработку этой самой сырой нефти в топливо и поставить генератор на топливо и дизельный это второе скажем так второе направление в которое мы можем двигаться дальше и третье на мой взгляд направление тоже не менее интересное это модифицировать цепочку переработки рут в данном случае у нас для них используется всего ничего массератор и печка для некоторых рут еще форджхаммер но ведь это на самом деле даже если мы посмотрим давайте возьмем какую-нибудь реальную руду которая у меня есть не самую простую да хоть тот же самый коппер мы можем просто подробить в массераторе а дальше дальше мы можем положить это дело например в орвошинг плент и получить с этого дела с небольшим точнее не то чтобы с небольшим шансом а некоторое количество кобальта побочного продукта после чего пьюрифайд коппер ор мы опять-таки можем положить в по-моему центрифугу где-то был этот рецепт насчет термальной не знаю но в обычную вполне возможно и получить из этого еще один побочный продукт в виде золота центрифуженную уже медную руду мы можем уже наконец-то просто сжечь в печке хотя если бы у нас был пульверайзер мы бы с него еще и никель могли получить с некоторым шансом но тем не менее и получить те же самые 10 копернаггетов то есть на выходе мы получаем то же самое количество меди но можем получить еще один или два побочных продукта в некоторых случаях когда это не чисто медная руда а например тот же самый чалкоперид который в принципе тоже медь но по сути здесь у нас если обратить внимание на формулу есть и медь и железо и серо и все эти компоненты мы можем выделить соответственно при помощи я не уверен что воспроизвожу правильную цепочку и краш и труду нужно сразу же промывать вполне возможно что сначала ее нужно отцентрифужить потом мыть но это я могу уточнить и так здесь у нас опять-таки получается кобальт сдается мне где-то должен быть рецепт для электролайзера так опять-таки пульверизатор кадмий ух ты кадмий это неплохо ну в общем прямо сейчас не буду просто так тыкаться в ней это я проверю и расскажу вот то есть можем заняться переработкой но подозреваю что это все же будет не совсем правильно заниматься и прямо сейчас поскольку наши генерирующие электрогенерирующие мощности просто не справятся и еще одно направление ну хотя вряд ли это можно считать самостоятельным но тем не менее скажем некое боковое ответвление куда нам можно завернуть а можно и не заворачивать ну то есть рано или поздно придется но вопрос делать ли это прямо сейчас это сделать некоторое количество электрических буферов аккумуляторов для хранения уже выработанной энергии которая бы позволила как-то нивелировать пиковые допустим напряжения или какие-то сглаживать в общем моменты когда работают сразу несколько переработчиков а для этого нам потребуется батаребуферы в отличие от скажем ранее существующих ну и сейчас может быть ранее знакомых и привычных батбоксов из индустриал крафта грэговские батаребуферы это именно что коробки для батареек или аккумуляторов некий ящик в который стыкается от 1 до 16 батареек той или иной того или иного напряжения которые соответственно могут выдавать силу тока пропорционально своему количеству ну и хранить эту самую энергию соответственно делаются они довольно несложно в зависимости от количества слотов используются просто более толстые или более тонкие кабели так вот если посмотреть 32 вот они ну понятно чтобы силу тока выдерживать но заполнять их нужно батарейками с батарейками немного сложнее батареек в грэгтеке соответственно на каждое напряжение несколько зависит то есть различаются они емкостью и материалом из которого они изготавливаются есть солевые батарейки для этого нам нужен натрий есть батарейки литиевые для этого соответственно нужен литий и есть батарейки кадмиевые для этого нужен тот самый кадмий и не только в этом дело еще дело в корпусах для батареек для их изготовления в любом случае нужен некий батареалой специальный батарейный сплав который состоит из олова из свинца кажется если я ничего не путаю так плюмбум это у нас нет лед свинец ааа я могу путать но не суть суть в том что для изготовления этого сплава нам необходимо в алой смелтер закинуть а ну да все правильно лед это английское название свинца плюмбум это химическое название свинца так что все верно вот свинца у нас полно а вот сурьмы у нас ну я не знаю как у вас лично у меня нету вообще соответственно прямо сейчас заниматься батарейками для меня нет никакого резона получить сурьму можно из тетрагидрида или соответственно стебнита вот ни той ни другой руды мне пока что не попадалось возможно как раз сейчас годный повод походить ее поискать ну или если не прямо сейчас то в скором времени вот это в общем целом некий набор перспектив для дальнейшего развития какую из них выбрать прямо сейчас ну у вас может быть какая-то своя иная ситуация возможно ваш выбор остановится на чем-то другом я наверное все-таки выберу освоить изготовление дизельного топлива и генерацию электричества из нефти но об этом уже в следующей серии а пока что у меня на этом все надеюсь вам было интересно всего доброго и до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...